всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сегодня радостный момент впервые в жизни я собрала половину коллекции того что сейчас собирается цвести все это уже в цветоносах маленьких конечно но уверенных и я надеюсь что резкое похолодание не попрепятствует тому чтобы в будущем нормально зацвести и пышно-пышно порадовать нас красотой поскольку на столе не все уже поместилось за моей спиной еще стоит 5 орхидей и каждый поподробнее я хочу сейчас приступить давайте поменьше предисловий и побольше рассказа и показа я уже успела включить фонарик для того чтобы нормально показать все в цвете и это шикарнейший наш любимец в прошлом году мы перед новым годом его покупали у ирины шибека это лиолин валкет фаленопсис и так как он приехал маленьким не помню был размер 1.5 или 1.7 уточнять сейчас не буду мы ему не дали процвести потому что слишком было рано мы дали ему нарастить корневую массу ну и листья он замечательным образом у нас корни нарастил вот такие вот шикарнючие видите уже разветвляются корешольки и вот такой вот у нас шикарный цветонос в общем в таком размере уже допустимо цветение я думаю что может быть и не пышно будет там 3-4 цветочка ну максимум 5 в принципе это азиат может порадовать и большим так дальше у нас опять же таки азиатик это у нас тянь шайн фоеникс вот такой вот цветун красотун он продлевает цветоносик посмотрите еще там два или три бутончика будет это точно может быть я в недавних видео об этом уже хвасталась и он преподнес нам еще сюрприз еще один цветоносик вот тут внизу тоже с корешками все отлично на нем заострять внимание больше не буду поскольку все орхидейки у меня не влазит сейчас прервусь наверное и перейду к следующей и сейчас хочу приступить к сугорелакс он у нас конечно замечательно отцвел видите у нас кончик начинает продлеваться вот недаром я мужу запретила срезать его мы хотели избавиться так как по первой по первой он выпустил два цветоноса но виду малой корневой мы один цветонос оставили и вот он преподнес нам сюрпризик еще один цветонос это уже третий вот первые два да у нас тут немножечко было почернение какое-то подозрение мы по фундазолили вот один цветонос который процвел у нас вот так вот ну и второй который в самом начале был мы ему не дали процвести и вот цветоносик уже рвется под листик вылазит из корневой тоже у него довольно таки картина неплохая просто что заплыл горшочек вот корешок тут корешок тут внизу очень много корешков то есть уже тоже позволительно ему цвести и это очень радует это наша сова лауренс она у нас тоже процвела хоть и цветоносик был коротюсенький такой вот может сантиметров 10-15 в принципе немного было у нас длины но цветочков было довольно таки немало я вам скажу сейчас я поправляю цветоносик для того чтобы еще может быть она все-таки созреет еще здесь продлить вот какое-то начало всех начал и она нарастила корневую кстати она очень долго держала бутончики цветочки очень долго процвела месяца три точно держала может даже и больше если бы не перепады температур тоже рату холоду еще что-то и там действительно она сбросила из-за того что мы резко кондиционер включили летом и она сбросила практически одновременно сразу 6 цветов не до цвести не до цвешь и до конца и вот у нас еще один радостный момент новый цветоносик очень подозрительно то что многие цветоносы на кончике видите похоже как на листики надеюсь это не детки хотя очень очень похоже кстати деткам я тоже буду очень очень рада с корневой у нее тоже все отлично вот потрясающий момент вот и перейдем к следующей это кстати тоже мы приобретали почти год назад сегодня я хочу напомнить дату 20 27 октября 2018 года и вот в декабре ровно перед новым годом мы заказывали несколько орхидей которые сейчас вот уже собрались цвести это лауренс это реликс это палас риф это леолин вайлкет ну а джой фэрри тейл сами все прекрасно знаете он процвел и раньше ну и я хочу показать это у меня снежный барс знаменитая моя орхидейка которая прославится прославилась еще в самом начале своего пути жизненного у нас на подоконнике виду того что мы ее покупали вроде бы как дикий кот если новички не знают могут в предыдущие видео обратиться и посмотреть снежный барс позже мне девочка подсказала это лиссабон или лесбуа все-таки определились с названием наконец-таки спустя два года и тоже она преподнесла нам сюрприз виду того что горшок у нее может быть немножечко неправильный я смотрю она корни тоже тянет вверх и вот я осматривала горшочек корней там совершенно немного что касается вот таких вот после меда после вот этих вот помидоров огурцов маринованных не очень кстати любят в этих горшках сидеть орхидеи все корни идут прут наружу и тоже такой маленький сюрприз цвела она уже неоднократно в прошлом году в августе она цвела в этом году тоже почти в августе цвела там даже в начале лета ближе и вот у нас такие потрясающие новости это орхидейка голландец брали мы еще покупали два с половиной года назад у марины авраменко и я хочу похвастаться перед мариночкой это у меня евредика ой ошибочка поправочка извиняюсь у нины павловой или регины павловой ратюнян еще там мама и дочка работают и вот у них мы покупали евредику там было несколько орхидей я знаю прекрасно что у меня есть подписчица тоже ее зовут евредика и вот хочу порадовать еще одним трепещущим моментом она собирается повторно цвести недавище она в июне в июле процвела шикарными крупными цветочками вот посмотрим какое будет повторное цветение кореняк у нее тут просто уже огромное количество она все прет и прет с горшка уже вылазит плюс она еще переваливается уже своей листовой массой вот действительно очень огромное видите она уже просто я даже не не представляю когда она будет уже действительно достигшая взрослого растения взрослого размера я даже не представляю какой там будет размах листьев подкормки хочу сказать маленькое такое отступление мы пользуемся в основном мастером жидким удобрением и я думаю что да в листовую массу вот так вот она прет ну несмотря на удобрение видите и цветение тоже дает так как и положено я прекрасно сейчас знаю что у всех ютуберов всех блогеров всех архамана у всех сейчас одновременный период зарождение цветоносов у орхидей поэтому я уже не исключение мы уже выровняли режим цветения в орхидеях и они уже полным ходом начинают одновременно все цвести в одно и то же время в одной в один и тот же период ну собственно говоря это период перепада температур с лета на осень ну и осенний период до периода отопления отопления нам к сожалению еще пока не дали мне пришлось сегодня уже прибегнуть к тому чтобы на целый день включить масленку обогрев обогреватель ну и на удивление я просто забыла его выключить и убежала гости к маме и все и целый день шпарила я прибежала 20 с половиной градусов духота дышать нечем я так настолько и хорошо прогрела что действительно аж прям можно было как в труселях бегать как на пляже в общем вот такой у нас шикарный и потрясающий момент в жизни перейду к манявке эта манявка была приобретена у меня этим летом в этом году это у меня ромыч мой ром фаленопсис стандарт если кто помнит цветение я если найду фотографию обязательно при каждой орхидейки буду где-то слева или справа ставить фотографии как цветет данная орхидея это орхидея желтая с бордовыми пятнами кстати наташенька ты по моему меня спрашивала нам похоже на божью коровку вот по моему именно за эту мы и говорили с тобой и ты говорила что у меня точно такая же есть несмотря на то что маленькая козявка совсем козявка но она собралась действительно цвести думаю что там не сильно мощное будет цветение как у всех подростков вот особенно в таком размере будет два-три цветочка максимум кстати у меня брезис попугая цвел тоже не очень пышно два или три цветочка было первоначально но опять же таки будем смотреть по поводу корневой давайте глянем так быстренько простудируем горшочек глазками да вот что-то особо не видно может быть это на дне там есть я кстати давно его уже не разглядывала так как муж все время поливает фалину все все вы прекрасно знаете у нас разделение вот ну что-то вот как-то не видно этих корешков вот здесь именно в этот момент нужно держать руку на пульсе может где-то есть там корешки вот здесь вот видно показано но они вот часть закукли на часть в горшке и они явно живые просто они вот сидят вот так не краешком горшочка а именно вот собраны в жмучок как я это всегда говорю ну думаю что с орхидейкой будет все в порядке и и сейчас хочу вставить самый интереснейший момент где ровно год назад в ноябре мы это растение чуть не потеряли наверняка все уже прекрасно его узнали это мой шикарный бордо или же брокенхард сейчас ему дали уже название почти уже год или сколько там просто поначалу его и у него название не было просто мы называли его шикарный бордо ну или черничка так вот растение замечательным образом реанимировалась уже растила замечательного размера такого вот вот такого вот она уже выпихивает себя из этой банки я уже повторяюсь неоднократно шикарные корешки посмотрите у нас действительно шикарнючие корешочки собственно говоря под стать его названию все уже оплетено он уже выталкивает себя немножечко шатается где-то был хруст еще месяца три назад я видно случайно наклонила саму банку и где-то может нагломился корешочек вот тут были листики каратыши видите вот это определенный период то ли жара была сильная ну скорее всего это был жаркий период вот и вот тут тут у нас он решил преподнести нам сюрприз по поводу цветоноса или детки еще не знаю но это действительно очень волнующий момент поскольку она цветет действительно очень шикарно шикарно черничный чернильный такой цвет с белым ободком знаете как тарелочка с голубой каемочкой так у нас беленькая каемочка я очень переживаю потому что первое цветение было нормально второе вот как-то оно болезненно процвело и после этого цветения мы встали в реанимацию поэтому здесь тоже как-то несмотря на то что много корней это мультяшка для нее это свойственно такие корешки то есть корневая масса может быть даже больше чем листья вот и размах листьев уже начинает достигать взрослого растения это уже очень хорошо чувствуется потому что тоже мы его покупали два года назад даже два с половиной вот тут я уже точно могу с уверенностью сказать что мы убрали у марина авраменко эту черничку вместе с даймон кинг бризис и и и и и и и что-то мы еще брали там четвертая не помню малюха говорится забылась но ничего страшного в общем мариночка все с растением в порядке замечательная даже закрытой системе мы собираемся цвести потрясающе это растение я приобрела в этом году тоже совместно с орхидейка и ромы это у меня идет малиновая за которую я держалась боролась искала очень долго многих продавцов грубо говоря задалбывала для сравнения для точности как цветет растение я просто подбирала точную копию вот скажем так той моей прошлой которая была еще в самом начале самая первая которую с которой архамания нашей началась но данный момент я кстати и летом показывала у меня там двухнедельный был эксперимент собственно говоря не насильный и не скажем так я не планировала эту просушку и в общем она у меня так получилось что две недели растения в жаре стояла без воды и немножечко вот пятна желтизна еще осталось видите листики держит отменно с растением все в порядке но ввиду того что оно пережило огромный стресс оно нам выдало вот такой сюрприз вот с лета буквально там после этих двух недель которые оно пережило начало давать нам детку если вы помните я там показывала пымпочку тоже наподобие то ли цветонос то ли детка я думала будет цвести нет вот такой вот шикарный у нас презент скажем так сюрприз с корнями у нее отлично я пересматривала просто конструкцию сейчас сменять и разбирать не хочу все с ней шикарно великолепно растет как и детка так и вторая детка то есть детка на детке маленькая детка уже стала мамой время поджимает как бы не было второй части но даже если и будет я надеюсь что вам будет интересно и вы перейдете еще на вторую часть если такова все-таки будет а я хочу перейти к джой фэритейл и порадовать вас еще раз безумной красотой этого фаленопсиса вот такой вот у нас ротик вот такой вот уже как лёвушка взевает тоже продлевает цветоносик я немножечко заостряю внимание не на тех вещах это уже второй цветонос который он выгнал первый он отцвел где наш первый вот он вот он спрятался пока он его не продлевает но видите вот на кончике все-таки намек есть авось когда-нибудь проснусь что-то из этой серии первый цветонос которым он приехал вот в пазухе листа поврежденный так и остался я его не убирала и у нас еще один цветонос вот он тоже мы тянем его не знаю как он вытянет два цветоноса но уже начинает вот сейчас уже кончик наливает на бутончики формирует ну и вот такая вот у нас внешняя красота все в корнях все в листьях естественно растение тянется к солнцу и уже на боковую креница на бок то есть методом поворачивания той или иной стороной можно конечно выровнять растение но у меня муж это противник этого и ввиду этого у нас все лежащие растения что собственно говоря хочу маленькую еще заметочку сделать что есть многие вот так на крючочек вешают и вот так в таком положении все висят в принципе ничего такого в этом плохого я не вижу еще одно растение у нас это мультифлора black ops turd делаю акцент потому что многие спрашивают как ее называют я поставлю фотографии и многие восхищались многие удивлялись и даже спрашивали где я ее взяла но к сожалению завоз был очень маленький и естественно разобрались растения еще год назад то есть сейчас в данный момент это надо у продавцов спрашивать будут ли еще точно такие же растения под таким названием завозиться а мы перейдем к счастливым новостям у нас еще два цветоноса помимо того который он сейчас процвел и дальше собирается продлевать и вот такую красоту нам еще выдаст то есть он зацветет немножко раньше именно на этом цветоносе и будем ждать еще продления двух дай бог чтоб все вытянул с корнями тоже все отлично вот вот такой вот у нас замечательный горшочек с корешками видите и ввиду того что было вот сейчас сыро холодно вот эти вот пятна это от переувлажнения идут и вот мое волнение было не напрасным я включила уже обогреватель и хорошенечко прожарила даже смотрю вот чуть-чуть просохли даже уже и не чуть-чуть видите то есть влажность сильная ну то есть мокрота вот это осталось уже частично то есть я наконец-то добилась просушивания субстрата я надеюсь корнями все будет тоже отлично буквально весной я преждевременно обрадовалась тому что это растение собралось цвести увы корешок задушил и решила растение все-таки нарастить корневую массу и листья ну вот прошло время пришло пришел период перепадов температур как положено для фаленопсисов и вот пожалуйста он собирается нам оно она простите переживаю просто волнуюсь наконец-то уже руки не трясутся успокоились я уже такая знаете в своей сфере летаю и уже немножко успокоилась вот такой вот у нас цветоносик на ребре они такие знаете вот как будто бы леди попу отключила я извиняюсь за выражение такой вот может быть не это попу отключила и вот вот там где отключают они попу они начинают там цветоносы выдавать но это не везде и не всегда это только вот у меня я заметила многие так орхидейки себя показывают именно в цветоносах с корешками тоже тут все отменно вот конечно это очень трепещущий момент я безумно этому рада это еще муж не знает он уехал вчера буквально это я сейчас страпаю видео для того чтобы может быть он в командировке заглянет на канал и он очень обожает смотреть эти видео особенно свои своих красавиц ну собственно как все и мы я же не сказала что это все таки была леодора она оно а не аню ню 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 и даже корешки вон ветвятся об этой орхидейке я могу говорить это мы не будем заострять момент на ней полностью чтобы закончить видео потому что у меня еще впереди много новостей поэтому постараюсь все вкратце это у меня Людыманька приехала с цветоносиком если кто помнит и первый цветоносик процвел да и после того как она два цветочка сбросила она нам выдала детку я поменяла уже горшочек с маленького на великий чуть чуть побольше и она уже нам нарастила вот такие вот кореняшки там стаканчики три я считала вот и еще два вот сверху Деточка замечательно развивается и одна и вторая третья внизу листик дала и Ледоманька еще дала нам цветонос третий а на втором у нас цветоносик у деточки хотя эта деточка намного меньше чем самая первая на которой расцвели цветочки здесь цветочки не образовались сразу сформировалась и вот decisions кстати где-то я фотографию составляла и многие наверняка не верили то что даже детка может ну это природник я так думаю что это сортовая особенность даже я не думаю как оно и есть это действительно сортовая особенность из детки детка из детки детка из детки детка и цветут 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 и там действительно прям светка такая вот знаете индейцы плели узелки письменно у нас что-то подобное растение конечно великолепное с корнями тоже там все будь здоров все счастливы и все превосходно развиваются это растение действительно очень желанное очень долгожданное это просто у меня слов на это растение нет я уже неоднократно делала посты в группе у Ирины Шебека и еще раз хочу похвастаться но уже неспроста так как я дважды пересаживала это растение это у нас Орхид Волт да вы не ослышались действительно Орхид Волт и наконец-то я увижу домашнее цветение так как мы всегда в поисках были по Ютубу и хотели посмотреть именно домашнее цветение кто бы предоставил ну как-то вот не сложилось не получилось ну и наконец-то мы уже воочию увидим сами как оно цветет оно должно быть ароматным с цитрусовыми нотками растение там цветочек должен быть 5-6 см по-моему очень красочный очень яркий и два таких контраста с цветами желтый с малиново-бордовым таким даже ну цветами давайте не будем это уже излишне и вот у нас сюрприз мы наконец-то спустя два с половиной года наверное уже мы наконец-то дождались цветоноса да у нас был тоже там неприятнейший сюрприз чернота мы ее пофундазолили она прекратилась мы очень долго за ней наблюдали еще с начала лета то есть все с растением в порядке но хочу маленькую заметочку сделать если кто приобретет готовьтесь к тому что оно очень любит наращивать корни и постоянно наращивать листья не в длину а просто вот количество само и вот оно все время наращивало 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 листики уже там 3 или 4 сброшенных давно стареньких с которыми оно приехало и вот такая вот у нас картина просто какое-то волшебство а, кстати давайте корняшки посмотрим уже так покручу чтобы не быть голословными посмотрите тоже вот буквально недавище я ее пересадила где-то может быть даже полгода еще не прошло вот посмотрите ну тут понятное дело папоротники папоротники сами я уже подсадила с прошлого горшка и он еще больше развился и вот у нас корни, корни, корни и там еще заваршучка ой, тяжелый горшочек ой, видите все в корнях все, прерываюсь на следующее растение а вот тут немножечко приостановлюсь так как это подросток еще не достигший большого периода жития, бытия у нас на подоконнике ему где-то с полгода 8 месяцев может не больше плюс-минус как говорится лапать это надо в плейлист заглядывать и смотреть я уже точно не помню это у нас боямка беленькая как буренка знаете в бордошных пятнах вот и она тоже нам преподнесла вот такой вот немаленький сюрприз это ее первое в жизни цветение и мы тоже очень так ждем 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 очень ждем потому что первое растение как вы помните в самом начале было спутано с мисс у меня там огромнейшая путаница была до сих пор приношу извинения за этот балаган непонятный с этими растениями поскольку я еще была только начинающая youtube только начинала вести в данный момент мисс у меня стоит развивается вторая она почти была реанимашкой плохо процвела вот точнее первая вторая в общем не важно сейчас опять начнется путаница я не хочу просто отвлекаться на эту тему баянка тоже нас решила порадовать и у нее уже листики видите большой размах пошел особенно вот этих последних листочков одного из двух вот и шикарнейшая такая растенька ждем недавно я делала пост в группе тоже у Ирины Шибека по поводу полосриф есть у меня подписчица в группе которая тоже уже похвасталась уже цветением и цветочек действительно превосходный с ног сшибаемым я скажу так дело в том что растение приехало очень слабеньким листики были такие папирусная бумага тонкие тонкие вот прям вот даже на природника не похожи сейчас налились уже сейчас даже в сравнение привести нечего потому что они уже такие стали действительно толстые такие вот уже как картонная бумага даже не картонная бумага как формата а4 альбомные листы действительно плотненькие он приехал такой я бы не сказала что обезвоженный такой немощный весь прям вот хотелось обнять и плакать честно говоря мужу огромное спасибо низкий поклон он его вычухал он его выкормил тоже были видите вот подозрительные какие-то точечки цяточки на листике какие-то были повреждения там какая-то болезнь проявлялась это 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 корешок у нас такой весь непонятный заросший и тадам мы собираемся цвести после долгих как говорится над ним усилий мы действительно добились корешков где они там были вот они шикарненькие вот вверху и такие мощные толстые вот посмотрите прям как сарделька здоровый гляньте на фоне моего пальца почти по пальцам толщиной это было удивительно невероятно муж не поверил своим глазам потому что поначалу по первой растение приехало совсем с тонюсенькими корешками и он еще не мог понять а что там вылезло а что там может что-то живет и вот когда мы уже приглядели действительно это уже был корень это действительно был такой радостный момент когда он обнаружил и вот корешок тоже уже толстенький идет то есть тут тоже сортовая такая особенность именно в корнях вот в каждом растении есть какая-то своя особенность ждем цветения и будем потом сравнивать тоже мне девочка писала что он очень приятно пахнет будем сравнивать это разлапит стоян растение голландец если кто помнит в прошлом году ровно почти год назад без одного месяца с октября тоже начал он расти и цвести это табор поначалу когда он был подростком он хотел процвести на два цветоноса но мы не стали ему мешать и один цветонос он засушил сам то есть растение само определилось куда ему перенаправить силы вот на цветение или на растение ну самих листьев и корней тоже потрясающим образом нас порадовал хоть и на один цветонос но это тоже очень приятно я уверена что растение таких размеров может просвести очень даже великолепно и пышно и как видите с корнями тоже все замечательно действительно мы очень сильно переживали он тут и корни сушил и я еще пост где-то в прошлом году выставляла на два цветоноса но все почему-то видели только большие корни а внизу два цветоносика не видели видите один цветоносик старый уже засох и вот у нас вверху еще один и осталось совсем немного потерпите еще чуть-чуть если кто досмотрел видео до конца это просто героизм какой-то потому что я хотела все впихнуть в одно видео поскольку в следующий раз уже буду показывать скорее всего цветущие фаленопсисы ну или какие-то изменения и новшества то есть другие сюрпризы это у меня армаментуль я забыла прочитать редье он у нас цвел полтора года назад еще в августе ну да получается в прошлом году даже чуть-чуть раньше августовское цветение но он уже там был на цветание и уже октябрь на исходе то есть грубо говоря там ну вот два месяца вот и три месяца где-то так редье собирается цвести размер шикарнейший тоже я в восторге он уже перевешивает уже из горшка тоже выпадает надо уже скоро все растения тоже пересаживать но осенью я уже зареклась хоть какое-либо растение пересаживать если только оно не реанимация прошу прощения я уже сама устала видите руки трясутся я уже немножечко так раскрепостилась и тоже хочу показать такую пымпочку крючочек наш великолепный цветонос тоже для меня волнующий момент она беленькая красная губка и малиновая она очень красивая и самое первое ее цветение в жизни было довольно-таки пышным несмотря на то что она была подростком где-то на 5 цветочков и тоже немало крупными ну не такими уж мелкими с корнями как вы видите все отлично ну еще пару словей хотела вам рассказать пупу-мартин у меня просто отцвел цветонос я его поставила просто для красоты он просто доращивает все доращивает цветоносики и цвет просто шикарный все глаз не могу отвесить он такой весь сахарный блестящий то есть тут никаких изменений нет нового цветоноса нет он второй цветоносик коротыш видите даже не коротыш а уже подросший такой то есть он его все время доращивает и вот ну а первый уже все даже уже отсох по поводу golden treasure хочу несколько заметочек сделать ввиду того что мы изогнули растение и перенаправили его в другую сторону дабы выровнять сам ствол да у меня маленькая неприятность я поломала цветоносик сам кончик он остался у меня в горшочке вот там видите но он разбудил кончики решил процвести не все правда и ввиду того что мы изогнули растение там должно было быть еще два цветоноса они остались они пытаются все таки развиться и несмотря на это у нас еще разветвление идет видите вот новые разветвления появились там где-то я еще видела муж очень тоже был в восторге от этого всего я думаю что цветоносы там все таки проснутся она же у нас умница молодец фаворитка наша и самую тетю лошадь напоследок на закуску да уже вообще уже такое длинное видео я надеюсь вы как в кинозале сели с попкорном с кока-колой и просмотрели тетю лошадь тоже мне пришлось немножко подпереть выровнять ствол потому что она совсем ужасно легла я ее выровняла с трудом и у нас потрясающий сюрприз тоже цветоносик мне пришлось притянуть на обратную сторону ввиду того что у нас подставка и если бы она ушла под лист точнее цветоносик если бы ушел под лист он бы уперся в подставку в стекло в окно и все их она мы бы потом вообще ничего бы не увидели так как растение очень громадное размах листьев идет 70-75 сантиметров и это уже проверено неоднократно листья действительно огромнейшие длинные ну это доританопсис понятное дело что хотя не все доританопсисы такие дети лошади я вам скажу вообще-то действительно должно растение быть очень огромным цветонос как вы видите сами очень толстый тоже почти в палец толщиной чуть меньше и он будет его тянуть где-то месяца 3 а то и 4 то есть дай бог что к новому году хотя бы выгнал цветонос а уже после к рождества может зацветет поэтому на это цветение я пока не жду и не рассчитываю потому что действительно оно тянет долго хотя вот вот этот крючочек он вытянул где-то за месяц может даже меньше не буду врать и не буду затягивать видео и так уже все затянуло я вам все показала стол уже освободила сейчас буду расставлять орхидейки на этом все спасибо за внимание спасибо за терпение за вашу выносливость за то что вы досмотрели до конца мои трепещущие моменты я думаю вы со мной вместе разделили и увидели представили картину что будет цвести и как как красиво будет у нас на подоконнике вам желаю пышного цветения здоровых растений жирных корешков и очень-очень массивных листьев хотя не многие это любят до новых встреч пока-пока пишите комментарии всему буду рада чао спасибо Субтитры подогнал «Симон»